Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Понедельник, 4 сентября, и напомню, что, как всегда, по понедельникам у нас проходит еженедельный вебинар, на котором каждый из инструментов мы разбираем более детально, более подробно и отслеживаем текущие тенденции на предстоящей неделе. Ну, а прежде чем мы начнем наш разбор ежедневный, важно напомнить о том, что в пятницу выходили данные по США, и вышли они негативными для американского доллара, что, собственно, отразилось на большинстве инструментов. Итак, начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. И по паре евро-доллар мы видели в пятницу, во-первых, уход уже до отметки 1.1979 к концу торговой сессии, мы вернулись к минимальным значениям, но, тем не менее, важный из уровней был преодолен это максимальное значение, которое было 31 августа. На текущий момент тенденция на укрепление евро по отношению к американскому доллару сохраняется. Ближайшая цель движения – это область 1.2060. Ну, а отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет закрепиться, во-первых, ниже минимальные значения, которые были в пятницу – это отметка 1.1850, и более значимый уровень – это минимальное значение, которое было 31 августа, отметка 1.1822. На текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. То же самое по паре британский фунт и американский доллар. Мы также можем увидеть, в пятницу был уход выше максимальных значений, которые были показаны в нескольких предыдущих торговых сессиях, а именно уровень 1.2937 за этой отметкой закрепились, и на текущий момент тенденция движется по паре британский фунт и американский доллар к целевой отметке в область 1.3240. Отмена данного сценария и уже коррекция произойдет в том случае, если пара сможет уйти ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу – отметка 1.2904. Пара австралийский доллар и американский доллар на текущий момент также находится в тенденции укрепления в рамках тех уровней, которые мы отмечали уже ранее. В пятницу пара смогла закрепиться выше максимальных значений 31 августа – это отметка 0.7951. И на текущий момент тенденция на укрепление также сохраняется. Ближайшая цель движения – это область 80.30. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет уйти ниже минимальных значений, которые были в пятницу – отметка 79.21. Далее. Пара американский доллар и японская иена продолжают также снижаться. Сегодня с открытия уже торгуемся ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу. И ближайшая цель по нисходящему движению данной валютной паре – это область 108.30. Отмена данного сценария и возврат к покупкам произойдет в том случае, если пара сначала сможет закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу – отметка 110.50. Ну и более важный уровень для данной пары, уже среднесрочный, находится на отметке 110.96. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают снижаться. Это движение началось, собственно, как мы видим, 31 августа. Было довольно-таки активным. Пара прошла буквально за несколько дней порядка 300 пунктов. И вполне вероятно, в ближайшие несколько дней ожидаем коррекцию, но тенденция на снижение остается в приоритете. И ближайшая цель – это область 1.20. Ну, точнее, область не ближайшая, а область среднесрочная, долгосрочная, куда пара может у нас сходить. На текущий момент мы ближайший разворотный уровень пока отмечаем на максимальных значениях, которые были 31 августа. Это отметка 1.26.64. Уже в ближайшие несколько торговых сессий, в зависимости от того, как будут проходить коррекции сегодня-завтра, мы сможем данную отметку скорректировать. Но об этом мы будем говорить уже на наших следующих видеообзорах. На текущий момент тенденция на ослабление остается в приоритете. Еврофунт в пятницу смог закрепиться ниже минимальной значения 31 августа. Это отметка 91.86. И на текущий момент мы находимся в нисходящем коррекционном движении по данной паре. Возврат к покупкам будет вновь актуален. Если еврофунт сможет закрепиться выше максимальной значения, которую мы увидели в пятницу, это отметка 0.92.20. По золоту тенденция на укрепление продолжается. На текущий момент цель, которую мы обозначили ранее, остается в силе. Это отметка 1360 долларов за тройскую унцию. Возврат к продажам, то есть начало коррекционного движения нисходящего по золоту мы можем отметить в том случае, если оно сможет уйти ниже отметки 1317 долларов за тройскую унцию. Это минимальное значение, которое мы видели в пятницу. На текущий момент тенденция на укрепление остается также в приоритете. Нефть марки Brent на прошлой неделе попыталась укрепиться именно 31 августа, но не был преодолен целевая область 5306. Это тот уровень сопротивления, который нефть для продолжения покупок необходимо должен быть преодолен. Пока торгуемся вблизи данной отметки и если нефть может уйти ниже и закрепиться от области минимальных значений, которые мы видели в пятницу, это отметка 52.38, то вероятно продолжение нисходящего сценария с ближайшей целью в область 50.66. В свою очередь, если нефть может закрепиться выше максимумов, которые были в пятницу, то тогда уже вероятно продолжение развития восходящего сценария уже по данному активу. Ну и индекс DAX. По индексу DAX на текущий момент мы на прошлой неделе, последние несколько дней видели коррекционное восходящее движение. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Это область 12.040. И именно закрепление за этим уровнем уже возвращает нас к продажам по данному активу с ближайшими целями движения в область 11.900. Итак, коллеги, напоминаю, что сегодня в 19.30 по московскому времени состоится вебинар, на котором каждый из инструментов мы разберем более детально, более подробно. И буду рад вас на нем видеть. Ссылку на регистрацию вы можете найти под описанием к этому видео. И увидимся уже на вебинаре и на наших следующих обзорах. Всем желаю хорошей торговой недели и до встречи!